Приветствую вас! Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим и хочу сказать всем тем, кто смотрит телеканал СНЛ, всем тем, кто находится в Доме Веры, добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Сейчас здесь появится надпись «Добро пожаловать в общину Дом Веры». Вот она. Добро пожаловать. Вы смотрите прямой эфир. Это наша община Дом Веры. Мы каждый день встречаемся, кроме субботы и понедельника, и у нас идет это служение ежедневно. Мы изучаем Писание глубже, глубже, и за дня в день уже больше. Скоро два года будем, как мы начали этот прямой эфир. Присоединяйтесь к нашей интернет-общине. Чтобы это сделать, пройдите на сайт домверы.ру и будьте вместе с нами, изучайте Писание. Это как библейская школа. Сейчас приглашаю вас взять кружечку кофе горячего. Возьмите кружечку кофе. Будем вместе пить. Да, и Максим Максимов, это абсолютно верная надпись. Абсолютно верная надпись. Служу и работаю для вас. Сегодня у меня тема. Сегодня тема важная. Будем говорить с вами о единстве. Вообще, не о единстве, но, наверное, больше о согласии. Ведь не могут двое пойти одним путем, не согласившись. Согласие имеет огромнейшую силу. Если ты согласен, Бог никогда не будет действовать без твоего согласия. Ему нужно твое согласие. Ему нужно, чтобы ты принимал, ты согласился принять. Ему нужно, чтобы ты разрешил, открыл свое сердце для него. Вы знаете, дьявол, он не спрашивает согласия. Он входит и он пытается накосячить вашей жизни, напортачить вашей жизни, испортить вашу жизнь. Он пытается сломать вашу жизнь, но Бог так не поступает. Бог всегда, Бог всегда хочет увидеть в вас открытые сердца. Бог хочет увидеть, как вы открываете себя для его воли. Как вы открываете себя для его, ну, как вы открываете себя для него. Если у вас нету веры или даже так, открытости, вот так, наверное, точнее будет сказать. Если у вас нету открытости и вы не можете сказать, Господь, я открыт, я согласен. Я согласен, я соглашаюсь, то тогда ничего не произойдет. Вы знаете, никакое единство, или давайте так, никакое действие в церкви не может произойти, ничего не может случиться, если не будет единства и согласия. Очень многие говорят, хорошо, хорошо, пастор, делай, я не против. Единство – это не просто, что ты не против. Многие думают, единство – ладно, я не против, делай, что хочешь. Нет, единство – это согласие, участие. Это когда ты ломаешь себя в пользу общего. Когда, например, мы говорим о церкви, о единстве, когда мы говорим о единстве с Богом. Это не просто я не против, делай, что хочешь. Это больше, это момент, когда ты открываешься перед Богом и говоришь, Господь, я посвящаю тебе, я отождествляюсь с тобой, я вместе с тобой. Вспомните, какое было единство при строительстве Вавилонской башни. Дорогие мои, вспомните, как это происходило. Это было, Бог признал, что они, когда начали строить башню, они, когда захотели что-то соорудить, он сказал, что они имеют одни слова, одну стратегию, одни инструменты, технологию. И все, что они сделают, у них получится. Почему? Потому что у них есть единство. Нездоровое единство, нехорошее единство. Но у них есть единство, и они смогут, они смогут, и у них получится, они преодолеют. Это по причине того, что они имеют общую точку зрения. У них есть общие, у них есть единство вокруг чего-то. Например, злодеи или алкаши, или еще кто-то, они собирают, они объединяются вокруг своих задач. Ну, казалось бы, кому какая проблема, например, если гомосексуалисты, ну, живут они, грешат там тихо. Нет, они объединились, и они сказали, мы хотим доказать, что мы нормальные. И они сейчас пытаются доказать всем. И все, кто это не поддерживает, они их судят. И скоро начнутся преследования, да? Это катастрофа, что здесь происходит в Америке у них. Ужас. Легализация и все остальное. Но я когда смотрю на них, у них много лет назад появилась стратегия. И они разработали стратегию, по которой они получат все, что они сегодня получили. Единство, когда соединяются вместе люди, это не просто пассивное поддакивание. Я единогласно, ладно, голосую. Нет, нет, нет. Единство – это согласие со стратегией. Единство – согласие со словом. Единство – это согласие. Когда вместе соглашаемся, объединяемся, когда вместе соединяемся, единство имеет огромнейшую силу, огромнейшую силу для созидания. Плохого ли, хорошего ли, любого созидания. Если есть единство, если есть цель, если есть слово, если есть согласие, тогда может пройти дальше. В церквях иногда нет никакого единства. Есть просто богослужение, мероприятие провести, собрание помолились, прославили Господа и все. И тишина. Это неправильно. Нельзя просто так сказать, да будет у нас единство, аллилуйя и все. Нет, единство, единство это больше, чем Бог ожидает от нас единство. Проповедь Евангелия, распространение Божьего Царства возможно только из-за единства. Только из-за единства возможно расширение пределов Божьего Царства. Если согласятся, если согласятся, если будет согласие, если будет согласие, тогда будет будущность. Вы знаете, когда я смотрю на работу телеканала СНЛ, на служение Дома Веры, как вообще это возможно? Возможно только по одной причине. Есть согласие и есть единство. Мы согласились, объединились, соединились и мы проповедуем Евангелие. Точка. Очень простая вещь. У нас есть согласие, единство, общие действия, вера, молитва. Мы согласились и когда мы согласились, начинает происходить чудо. Мы начинаем видеть славу Божию в наших жизнях. Мы начинаем видеть славу Божию в наших делах. Мы начинаем видеть, как Бог проявляется. Где согласятся? Вы знаете, последняя молитва Иисуса Христа была об учениках, о тех, которые придут после апостолов, о нас с вами. Иисус молился о нас с вами в своей последней молитве. Его молитва классический пример молиться о самом важном. Он не молился о деньгах. Он не молился о том, чтобы у нас была защита. Он не молился об охране. Иисус молился о том, чтобы у нас было единство. Да будут они едины. Да будет у них единство. Да будут они едины. Давайте откроем Евангелие Таана, 17 глава. Будьте любезны. Евангелие Таана, 17 глава. Это в Новом Завете. Если кто еще не знает, что Евангелие находится в Новом Завете. Евангелие Таана, 17 глава. И прочитаем со стиха... Ну, давайте с 19-го прочитаем стиха. За них я посвящаю себя. Евангелие Таана, 17 глава, 19 стиха. За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их. Евангелие Таана, 17 глава и 20 стих. Да будут, 21 стих, они все едины. Да будут едины. Как ты, отче во мне, так и я в тебе. Да будут едины в нас едины. И да уверуют в мир, что ты послал в меня. Посмотрите, вот это основание. Да будут они едины. Как ты, отче во мне, так и я в тебе. Они да будут в нас едины. И тогда уверуют в мир. Да уверуют в мир, что ты послал в меня. Миру веруют, если мы будем едины. если мы будем едины. И славу, которую ты дал мне, 22 стих, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Едино. Я в них, 22 стих, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, и возлюбил меня. Посмотрите, как о единстве говорит он. Вообще, когда мы смотрим на вот эту пасторскую молитву Иисуса о нас, об учениках, он молится о единстве. Да будут они едины. У нас есть отличные и отвратительные примеры единства. Вспомним Вавилонскую башню, вспомним, когда апостолы в единстве ходили. У нас очень много примеров единства. Вы знаете, сегодняшняя современная церковь, баптисты, песятники и прочие церкви, они объединены вокруг традиции, вокруг собрания. И когда люди объединены только вокруг традиции, никуда не может пойти. Я со многими баптистами говорю, я со многими песятниками говорю, почему вы не создаете программы телевизионные, у вас капитальный ресурс, вы можете же, у вас столько потрясающая молодежь, у вас столько ресурсов, у вас столько возможностей. В этот момент братья напрягаются. Я говорю, почему вы не используете миссионерство, медийное, телевизионное миссионерство? Я их как бы бросаю в вызов. Знаете, что я получаю в ответ? У нас нет согласия с братьями. Я говорю, в смысле нет согласия? Пускай кто-то скажет слово, пастор слово, и все объединятся вокруг слова. Они говорят, нет, у нас по-другому. У нас нужно, чтобы братья собрались, обсудили, согласились, и все получится. Я сказал, серьезно? И все время какой-нибудь брат против, и все время какой-нибудь брат говорит, а зачем это нам нужно? Наши батьки телек не смотрели, не бачили телек, да? И когда кто-нибудь начинает говорить, что их батьки телек не видели, ну да, а их батьки на телегах ездили, но почему-то все сегодня ездят на машинах. Единство. Если не могут договориться, все, тогда нет согласия. Куда церковь может пойти? Никуда. Конечно, это очень хорошо, что они обезопасили церкви от сумасшедших самодуров, пасторов, которые там придумывают, что хотят, и пытаются людей обидеть вокруг безумных идей. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны плохо, то что они не могут согласиться. И они только на одно соглашаются, продолжать богослужение, снова, снова и снова вести их. И это нормально, что они ведут снова и снова богослужение. Это нормально, что служение продолжается. Но ненормально то, что они не могут согласиться вместе, делать что-то великое для Христа. И у них всегда время какие-нибудь, кто-то считает, что кто-то возгордится, еще что-то, зачем это надо. И вот эти все тормоза, когда они выписывают все тормоза, они выписывают тормоза, и я реально в шоке. Я смотрю и говорю, ребята, ну вам нужно согласиться, друзья мои, согласитесь распространять Евангелие. Причем тут сейчас все мониторы смотрят. Вам нужно оказаться в мониторах. Я умоляю, знаете, иногда такая твердолобость непонятная, настолько непонятная, у нас другие задачи. Как у вас задачи нет проповедовать Евангелие? Они не соглашаются. Они не соглашаются, поэтому нет единства. Если нет единства, ничего не происходит, и все остается на том же уровне, там же, где это было, там же остается, там же все остается, на том же самом месте все остается. Ничего не меняется. Абсолютно ничего не меняется. если согласиться, мы один народ, мы одна семья, мы один духовный дом, у нас один Господь, одна вера, и мы должны быть объединены или едины. Мы должны научиться быть едиными, драгоценными. если мы не научимся единству, если не научимся согласию, мы не сможем достичь этого мира. Посмотрите, как Иисус говорит, если они будут едины, то тогда познает мир. Послушайте, и познает мир, что ты послал меня. 23 стих 17 глава от Иоанна, 23 стих снова мы читаем. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил. Если у нас будет единство, если у нас будет единство, если у нас с вами будет единство, тогда мир познает, познает Христа. Почему сегодня мир не познал Христа? Потому что мы не едины. Мы не можем согласиться. Каждый сам себе на умович, каждый сам себе свои какие-то планы строит, и нету согласия, нету... Понимаете, в чем тупик? Каждый пытается объединить вокруг себя. Не вокруг Христа. Там пастор Сахарамента говорит умные речи, но он пытается объединить людей вокруг себя, а не вокруг Христа. Там пастор в Киеве пытается объединить вокруг себя. Люди не соединяются вокруг Христа и вокруг послания, не соединяются вокруг задачи всемирной евангелизации, они соединяются вокруг своего служения. Служения меня великого. Объединить вокруг меня. Когда мы соглашаемся, наша задача объединяться не вокруг какого-то великого вождя, а вокруг Божьего Слова, вокруг Христа. Что есть центр единства? Центр единства. Это... Знаете, я когда проповедовал эту проповедь, я использовал дерево и метлу. Есть два вида единства. Дерево. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви. Мы приращены к нему. У нас идет жизнь. Мы вместе соединены. Из дерева растут ветки. Знаете, единство метлы, это когда людей затягивают на один стержень, черенок, накладывается вот этот солома, и проволокость закручивается изо всех сил, чтобы стянуть и затянуть, чтобы из метлы никто не вылез, не вылетел. Никто не потерялся. Знаете, что случается? Стоит трем-четырем соломинкам выпасть из метлы, и тогда пастору нужно снова закручивать сильнее, чтобы... Потому что она вся рассыпется. И тогда нужно еще сильно затягивать. Я вижу церковь, где постоянно затягивается, 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 затягивается. И пружина настолько затягивается, эта проволока стягивает, чтобы никто не выпал. Но знаете, чем больше она затягивается, тем больше шансов, что все поломается и развалится. Когда мы говорим о единстве? Единство в доме, в семье, муж с женой. Единство в видении. У нас общее видение, не разное видение. Единство, знаете, я недавно общался с одной семейной парой пастырской. У жены свое видение, у мужа свое видение. И она говорит, у меня мое видение, я вижу мое служение туда-сюда. Я говорю, милая, постой, а муж? Он вроде глава. Ну, конечно, глава. Ну, что, у меня своей жизни не может быть? Я говорю, как твоей жизни? Вы, ты за мужем. Ты не впереди мужа, а ты за мужем. Ты за мужем. Дорогие мои. И когда ты за мужем, ты будь за мужем. Это очень важный момент. Не будь впереди мужа, будь за мужем. И когда мы говорим с вами о замужестве, это идти за мужем, согласиться с его видением. Она говорит, ну, я хочу свое служение. Она аж плакать начала. Я говорю, ты своими слезами сейчас меня хочешь убедить, что ты, я хочу служить Богу. Я говорю, отлично, у тебя муж пастор. Следуй за ним. Помогай ему. Поддержи его. Благословляй его. Вдохновляй его. Укрепляй его. А меня кто вдохновлять будет? Я говорю, ну, ты же не муж. Знаете, когда, когда рушится согласие, рушится единство, тогда мы не можем не прийти к никакой цели. Хотите прийти к цели? Хм. Если вы хотите прийти к цели, тогда вам необходимо открыть свои сердца, сломаться и сказать я буду в согласии. В семье, если нету согласия, каждый прет по своему направлению. Все. Эта семья обречена. Конечно, они будут вместе, но у них не будет никогда гармонии. Им будет трудно, им будет плохо, им будет горько. Нет согласия, нет единства, нет будущего. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные. Я сейчас, если кто подключился только что, говорю с вами о согласии, о единстве. Единство имеет потрясающую силу. Если мы будем соединены. Давайте откроем Ефесиным 4 главу. Это в Новом Завете. Послание к Ефесянам или Ефесиным. Вообще правильно говорить к Ефесиным. 4 глава. Посмотрите, как он говорит здесь потрясающие слова. Ефесиным 4 глава. Мы все знаем, конечно же, эти послания и понимаем, о чем там сказано. Но вот здесь классическое послание. Если у вас Библия синодальная, то страница 236. Здесь написано 4 глава с 1 стиха. Он говорит, «Итак, я узник Господи». Узник – это значит заключенный. Он находился в тюрьме и пишет из тюрьмы. Он говорит, «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренно мудрием». Со всяким смиренно мудрием. Это стих 2. «Кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа». В каком союзе? В союзе мира. Единство духа в союзе мира. Стараясь сохранить. Старайтесь сохранить единство духа, при этом союз мира. Иногда люди пытаются сохранить единство духа в союзе раздора. Это невозможно. Дальше. «Одно тело», это четвертый стих, «одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего высшего звания. Один Господь, одна вера, одно». Крещение «Один Бог, Отец всех, Который над всеми, через всех и во всех нас». Старайтесь сохранить, скажите вместе со мной, стараться. Нужно стараться сохранять. Единство нужно сохранять. Его легко разрушить. Легко разрушить. Если вы в хоре когда-нибудь пели, вот поет 10 человек, легко разрушить единство. когда они стройно поют, и кто-то начинает фальшивить или неправильно петь, разрушается все движение, разрушается гармония. Старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Дальше сказано, 7 стих, мы читаем Ефесианам 4 глава и читаем дальше. Говорится о единстве. каждому каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему написано, 8 стих, вошед на высоту, пленил и дал дары человекам. А вошед, как не значит то, что он не сходил прежде в присподние места, не шедший, он и есть же вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И 11 стих. И он поставил одних апостолами, большой палец, других пророками, пророки указывают, иных евангелистами, евангелисты самые длинные, дальше всех идут, пастырями обручены и учителями. Вот он поставил апостола, апостолы, пророки, евангелисты, они дальше всех идут, пастыря, безымянный палец обрученный, пастыря и учителя, это в ухе они учат. Для чего он поставил их? 12 стих. Он поставил их к совершению святых на дело созидания тела Христова, доколе, до каких пор? Следующий стих. Все придем в единство веры и единство познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Апостол Павел делает заявление, зрелость это тогда, когда ты можешь сохранять единство, единство веры, единство познания. Зрелость это когда ты можешь соединять, объединять. Зрелость это когда способность объединить. Юность, она готова сражаться, она готова бороться, она готова ломать, крушить. Она готова биться, биться, сломаться. Юность, она требует свое, качает права, она не может согласиться. Зрелость, она легко соглашается. Быть зрелым, это значит быть смиренным. Юность это быть рогатым, быть кусачим, быть сопротивляющимся, борщим, борьба, вражда. Я тебе покажу зрелость. Мама объединяет, соединяет. Единство это удел зрелых. Когда мы говорим о единстве, любого рода единство требует самопожертвования. Когда мы приносим себя в жертву, когда я говорю, Господи, я посвящаю себя Тебе, я отдаю Тебе мою жизнь. Я хочу, я хочу, чтобы Ты прославился, я хочу, чтобы Ты, Господь, превознес свое имя, чтобы твое имя было превознесено. Единство это, когда ты оставляешь себя, это настоящее единство. Многие выпячивают тебя. Есть люди, которые одержимы своими пастырями, своими учителями. Они просто находятся в полной одержимости. И они настолько одержимы, они просто... И они требуют от своих последователей, чтобы их прославляли, хвалили. Дорогие мои, это нездоровое единство. Когда мы говорим о настоящем единстве, когда мы говорим о настоящем единстве, это единство через жертву. Единство через жертву, когда мы приносим себя в жертву. Христос, чтобы объединить нас с небом, соединить небо с землей, дать нам путь, принес себя в жертву. Настоящее единство, оно очень жертвенное. Если единство не жертвенное, это не единство. Это потребительство. Я требую, я хочу получить, я... Единство, это когда ты соглашаешься, ты смиряешься, ты позволяешь Богу быть главой, главенствовать над тобою. Божьим желанием, главенствовать над твоими желаниями. Божьей волей, главенствовать над тобою. Ты позволяешь Богу царствовать над тобою. О, слава! О, слава, слава царю царей! Дорогие, посмотрите, до тех пор, пока не придем в единство. Вообще, очень важный момент. Пока не придем в единство. Господь ожидает от нас, что мы придем в единство. Когда я обсуждаю общую тему единства, знаете, Иисус молился о проблемах, которые у нас будут возникать. И в своей последней пастырской молитве Он не молился о финансах, Он не молился о мероприятиях, стратегиях. Он молился о каждом из нас, чтобы мы соединились. Единство имеет огромную силу, драгоценные мои. Пусть Бог благословит вас. Пускай Бог научит нас ходить в единстве. Вы знаете, когда мы едины, меня спрашивают часто, как у вас получается вести такой большой проект телевизионный. Я говорю один ответ. Если бы не единство, все бы закончилось моментально. Церковь Алматы, церковь Казахстана, церковь Средней Азии, церковь бывшая в Советском Союзе. Верующие поддерживают. Знаете, что я увидел? Что многие верующие настолько посвящены и согласны. Вот так я хочу сказать. Они настолько открытые. Они своей жизнью показывают, что они верят в распространение Евангелия и великое поручение. И когда их задаешь вопрос, что ты сделал для великого поручения, он говорит, я каждый день служу Господу. Я поддерживаю христианское телевидение. Я распространяю благую весть. Я верю в великое поручение, что Господь оставил его нам. И участвую в Божьем деле. Мы хотим распространить Евангелие. Знаете, сколько людей познает сегодня Христа через наш эфир? Сколько людей сегодня учатся? Даже просто сейчас возле экранов сидят, слушают эти слова. Сколько людей получают здравое учение? Только потому, что мы согласились. Посмотрите, если у нас есть согласие. Иисус сказал, если будете едины, тогда весь мир познает. Во многих церквях нет согласия, единства. И эти церкви не влияют. Да, они независимые. Мы независимые. Мы сами по себе. Если вы независимы, это значит, от вас ничего не зависит. Без вас все делается. Но быть в согласии, в единстве, это быть зависимым. Я завишу от вас. Вы зависите от меня. Мы зависим друг от друга. Мы нужны друг другу. Мы одно тело во Христе Иисусе. Я молюсь и благословляю вас. Да будем мы едины. Да будем мы едины во Христе Иисусе. Да будем мы собраны вокруг Иисуса. я благословляю вас именем Иисуса Христа, благословляю, говорю благословение над вами, да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, благословляю именем Иисуса Христа, всемогущий Бог, благослови каждого человека, благослови каждое сердце, благослови каждого драгоценного именем Иисуса Христа, я говорю благословение, я благословляю, благословляю вас, Господь, научи нас ходить в единстве, научи нас ходить в согласии, научи нас быть вместе в едином теле, научи нас быть посвященными друг другу, научи нас единству во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Дорогие мои, завтра продолжим говорить о единстве. Это очень важная и нужная тема. И я прошу вас, поддержите ваше... Давайте вот согласие. Если есть согласие, тогда приходит понимание. Мы вместе поддерживаем Божье дело. И когда появляются партнеры из разных стран мира, они приходят на сайт cnl.tv и говорят, мы хотим поддержать, я благодарен Богу. Эти финансы не падают мне в кормах, кошелек. Нет, они идут напрямую за оплату эфира. Но я радуюсь. Я радуюсь тому, что мы можем покупать эфир и благовествовать. Многие христиане хотят, чтобы это случилось, а мы это случаем. Мы это делаем. Почему? Потому что мы хотим, чтобы имя Господа Иисуса Христа прославилось по всему лицу земли, чтобы о нем узнали все народы. Дорогоценные мои, я вас благословляю. Благодарю Бога за каждого, кто из вас присылает свои десятины, свои приношения. Благодарю каждого, кто присылает свои финансы на проповедь Евангелия. Пусть Бог благословит. Если вы не присылаете, я тоже благодарю и благословляю вас. Но особенно хочу поблагодарить партнеров. Вместе мы силы. Вместе мы можем сделать так много, распространяя Евангелие Иисуса Христа. Еще раз спасибо за то, что вы согласились, за то, что вы в единстве. Спасибо за ваше согласие, единство. Дом веры. Пусть Бог благословит, даст вам силы терпения, и мне тоже силы терпения, все преодолевшие устоять. Мы будем проповедовать Евангелие. Мы захватываем интернет, распространяя благую весть Иисуса Христа. Сегодня с вами был Максим Максимов. Встретимся с вами завтра в прямом эфире на том же месте, домверы.ру. Благословения вам. Ценю вас, дорожу вами. Хранит вас Господь. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok